пара отличных антикварных французских кленов прибыла на восстановительно задачные работы от евгения предварительно естественно бритвы нужно было почистить без разбора потому что как ни странно у них вот такие вот такие пины не буду утверждать что бритвы не разбирались ну и что разбирались не буду утверждать первая бритва ли колья ножа имеющая вот такие значительные структурные именно структурные изменения в стали естественно вот таким структурным изменением сталь подвергается на тот момент когда имеет место быть попаданию влаги поскольку металл сам структурно в микро масштабе он естественно не являет собой закрытую структуру то есть все таки имеются какие-то микро расстояние между молекулами самого металла между которых за очень длительный промежуток времени попадает водичка и там начинается процесс микро коррозии который выливается вот в такие с одной стороны неприятные конечно штуки с другой стороны учитывая то что имеем мы дело со строением клин до критической отметки ситуация с этими коррозионными очагами может доходить очень и очень долго а насколько очень долго непосредственно в этой бритве сейчас мы обратимся к одному очень интересному моменту меня он привел практически в дикий восторг вот этот момент некий эдмон первое слово не могу я прочитать стал обладателем этой бритвы в 1902 году удостоверил человек отметкой временной нет первое слово читать не будут ругаться не буду итак единица номер раз для колья ножа а вот вторая всем нам прекрасно известный дюма старший номер 32 ровно такие же мероприятия были оказаны этой бритве была бритва почищена в результате бритва была заточена и это и это затачивалась бритва в один слой изоленты и сверху я накидывал один слой ленты каптоновой но такая вот при этом получилась ровненькая и тоненькая фасочка поскольку старался оказывать давление минимальное на клинок но опять же таки необходимо отметить что в обеих бритвах или в обоих случаях область режущей кромки до заточки у носика имела повреждение металла какие-то типа сколов которые необходимо было предварительно убрать что общем-то и было проделано с успехом в процессе нанесения новой рабочей фаски и так клины готовы при правильном подходе к делу при правильной эксплуатации главное при правильном хранении могут служить еще очень и очень долго у меня же на этом все спешу откланяться бритвы безотлагательно пакуются отправляется злоконному владельцу я убегаю на тренировку всем удачнейшего вечера и до скорых встреч в эфире пока